Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дальменами, водопадами Очень нравится, потому что Спокойно можно доехать на автобусе С собакой И стоимость билета 25 рублей То есть так что Если вы хотите, можете спокойно сесть на автобус И приехать сюда, понаслаждаться природой Сейчас вот именно так выглядит Зимний лес на Черноморском побережье Воздух свежий 10 градусов тепла Отличная погода, отличное настроение Потому что это наше любимое место отдыха с семьей Я сюда готова приезжать Хоть раз, два, десять, сто Потому что это мое любимое место Летом, конечно, тропа намного Многолюдней Людей очень много Здесь устраивают ярмарки Различные там Сувениры продают Какие-то мыло кто-то делает Кто-то шоколад сам делает И в принципе во всю Здесь Шум Сейчас, конечно, тихо такое Заброшенное место Кажется Но люди здесь живут Мы на входе Услышали крик петуха Вот И тут, в принципе, люди ходят Даже Пахнет очень вкусно Каким-то Сейчас река Жане полноводная Только зимой ее можно увидеть В таком состоянии Либо летом после сильных дождей Единственный минус Дорога такая грязная Очень размытая Осторожно, скользко Народу практически никого здесь нет Даже на автобусе Были только мы Желающие приехать сюда На Дальмены посмотреть Пойдемте здесь Мы не полезем Там классное место Сделали Разограждение Чтобы Водичка не лилась Вообще сюда Стоит приехать Даже просто для того Чтобы погулять Летом Вход платный Зимой Начиная вроде с октября И до Майских праздников Он бесплатный Можно пройти Там не сажают охранника Отличная Погода Только видите Как размытая дорога Все-таки Грязно Скорее всего Тут были дожди Поэтому так Грязненько Надо было резиновые сапоги одевать Летом здесь Постоянно проходят фестивали Которые называются Возрождение Они проходят каждый год Сюда приезжают со всей страны люди Жаждущие соединиться с природой Пообщаться На свои общие темы В основном Здесь собираются Вегетарианцы Различные люди Поклоняющиеся Старым Старым богам Вот И фестиваль Походит вот там Вот В той стороне Тут очень красиво Полянка Тотемный символ Ровесник дольменов Камень рода Вот так вот Такая красота Опять мы пришли к дольменам В очередной раз И могу сказать только то Что Если вы хотите почувствовать здесь какую-то силу Разумеется Лучше всего это почувствовать Зимой Когда никого нет Вокруг Ну кроме некоторых людей Которые все равно поклоняются Дольменчикам Говорите о том Что это такое Очень много споров Конечно Кто-то говорит Что это Одна из теорий Что это древние печи Кто-то говорит Что это Древние гробницы Третьи говорят Что это место силы Куда Как бы Были заключены души Древних людей Вот Которые прилетели Из космоса Вот Обладающие там силой определенной И они якобы заключили свою силу в камне И чтобы потом передать это через камень потомкам Но Я могу сказать Что Точной Все равно пока еще не Говорят Что же это такое Может быть Я не чувствую Насколько бы раз я сюда не пришла Никакой силы От дольменов Я не чувствую Вот Вообще В принципе Если рассматривать То место Где они расположены Они так и на таком Небольшом возвышенности Расположены Что Дает неплохой Не знаю Обзор Не знаю Защищенность какую-то Но Видеть все это Например Обзор какой-то Чтобы проследить Там идет кто-то или нет Из недругов Здесь было просто невозможно Вот Очередные поклонники Дерминизма Наверное Такую болезнь Это можно назвать Так Сюда Разумеется В летний период времени Приезжает очень большое количество народу Каждый трогает Каждый Щупает Залезает Внутрь Спят внутри Этого дольмена Вот Но Конкретно Пока еще Точной теории Их возникновения Никто Не рассказал И не доказал А мы двигаемся дальше Наш путь лежит По Берегу реки Жане В сторону водопадов Нам нужно сейчас вниз спуститься Очень сыро внизу Поэтому будем сейчас проходить Надо где-то Пойдем вверхом Пойдем посмотрим Спускаться будет интереснее По скользкому-то По скользкой почве Речка Стала более Полноводная Влажность лесу Такая высокая Поэтому Как бы сейчас Со свистом вниз Быть не слететь Не скатиться Что там Вадюш Можем спуститься Да? Да Опаньки Где мох А ну так полно его здесь Шане Она прям по воде идет И все равно Куда ты побежала? Побежала В воду пить Где там здесь проходили Вообще было все сухо У меня Шанька на мою заступила Да у меня Мои носовки Ну вытянем Смотри Пошла прям Так лапой Смачно На моем быкосок Наступила Пошли нет Пошли здесь Почему? Хотя Ну да Тут все-таки По камешкам Кажется Почище А сейчас мы подходим К курганной группе Говорят что здесь Расположено Более тысячи Курганов Эпохи бронзы Средневековые Они находятся Под охраной государства Курганы Это типичное Средневековое Погребальное сооружение Панцири Которые сложены Из земли Речных Различных Рваных камней Вот такие вот Курганы Перед нами Вот они Хорошо видны Особенно зимой То есть Листики опали И они как раз Очень хорошо Проступили Их видно хорошо Но говорят что Их больше тысячи Каждый курган Это как вы знаете Захоронение То есть Получается что Здесь лежат Тысячи Останков Останков Людей Живших здесь Совсем Совсем Недавно А сейчас Мы подошли К Дельмену Второй группы Жанны Датируется Оно Третьим Вторым Тысячелетием До нашей эры Также находится Под охраной Государства И вот Он уже Более Такой вот Как бы Не очень Сохранившийся То есть Если смотреть Предыдущую группу Там они Такие Ну Получше Сохранились А этот Вот такой Причем Немножко подальше Там есть уже Расколотый Дельмен Который мы Тоже можем Показать А периодически Когда мы Гуляли в тот раз Люди приходили Ложились на этот Дельмен На плиту И сливались С ним Двигаемся Дальше Сейчас наш Путь лежит В сторону Водопадов Мы посетили Вторую группу Дельменов Ну Мы обычно Всегда там Останавливаемся На лавочке Сидим И идем дальше Сейчас мы идем В сторону Водопадов Почему я туда хочу Потому что там Очень красиво А еще Потому что Зимой Водопады Просто потрясающие Там Они полноводные Летом Таких вообще Не увидишь То есть Большой поток Воды стекает Да и вообще В принципе В горах Влажно Постоянно МЧС Присылает Предупреждение О том В горах В Сочи В республике Там Адыгея Там свыше Полутора тысяч метров И постоянно Лавиноопасные зоны Вот Ну а здесь Не лавиноопасные зоны А просто Когда было прохладно Здесь шел снег Вот А сейчас Из-за того Что снег Перестал Шли дожди И вот стало мокро Ходить стало неудобно Но это все равно Никак Не портит впечатление От прогулки Потому что Прогулка Отличная Потому что Отличная погода Не слышно Никаких звуков Только Шум реки Деревья Стоят голые И только Плющ Зелененький Оплетает Стволы деревьев С погодой Конечно Очень повезло Тепло 10 градусов Ветра нет Красота Встречаются Иногда Одинокие путники Которые Тоже Выбрались Погулять В этот Замечательный Воскресный День Здесь Очень красивое Место Когда поднимаешься К водопадам Можно Сделать Очень красивую Фотографию Потому что Высота Над рекой Жане Здесь Приличная Вот такие Вот они Зимние Геленджикские Горы Какие-то Несуровые Возрожденские Обрывы Вот уже Виднеется Указатели О том Что Совсем Совсем Скоро Здесь Будут Водопады Реки Жане Сейчас Мы спустимся Толкаются Тут Рыжие Монстры Выходим 200 метров За водопадом Рекламируют Рекламируют Ванну Геракла И ванну Афродиты Кстати Ванна Афродиты Поглубже Чем ванна Геракла Потому что Ванна Геракла Так себе А мне больше всего Нравится Изумрудный Водопад И смотрите Мы сейчас Выйдем На нашу Любимую Полянку Я так Люблю Вот это Место Вот это Вот Зеленая Травка Полянка Перед Водопадами Да Отличное место Очень красиво Полноводный Водопад А вода прозрачная Прозрачная Бочаг Хороший Бочажок Да Не хочешь купаться? Нет Ты пойдешь? Я хотел бы Посмотрим Посмотрите Какая мощь С такой силой Спускается Водопад Прям аж Пенится Да Дошли мы До ванны Геракла Ванны Афродиты Ванны Геракла Находится Направо Ванны Афродиты Находится Налево Хотели Немножко Посидеть Здесь Отдохнуть От нашего Долгого Пути Ух ты Какой Обрыг Везде Есть указатели Купание Запрещено Опасно Для жизни Люди Стирают Белье Века Конечно Полноводная Сейчас Да Мы хотели Мы хотели Посидеть Немножко Но Здесь На зиму Короче Убирают Столики И Посидеть Нельзя Под навесом Пахнет Вкусно Да Мы можем Посидеть На лавочке Это Пирамида Желаний Говорят Туда Завязываешь Пакетик И Желание Исполняется Из-за Того Что Здесь Очень Много Воды И Река Стала Полноводной Ванная Геракла Програтилась В Такую Джакузи Очень опасно Туда Будет Сейчас Залезать Потому Что Неизвестно Может Побить Немножко Камни Но В целом Водичка Чистенькая И Наверное Очень Холодная Ой Какая Холодная Вода Я Конечно Не взял С собой Градусник Но Вода Реально Холодная По ощущениям Градуса Два Три Не больше В море Намного Теплей Холодная Ну вот, закончилось наше путешествие к водопадам на реке Жене, а сейчас мы возвращаемся в Геленджик. С вами был Геленджик Лайв. Подписывайтесь на наши новые видео, оставьте свои комментарии, лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Всем пока!